Здравствуйте! Вы смотрите новости на Катунь-24 в студии Елена Самарина. На страже порядка сотрудники госавтоинспекции оказали помощь при пожаре в Бийском районе. Во время патрулирования старший лейтенант полиции Сергей Табакаев и лейтенант полиции Павел Пасконный обнаружили возгорание жилого дома в селе Сростке. Полицейские сразу сообщили о происшествии в дежурную часть для вызова пожарных. Ситуация осложнялась тем, что во дворе дома неподалеку стоял автомобиль с установленным внутри газовым оборудованием. Возникла опасность взрыва от пожара. Инспекторы убрали автомобиль на безопасное расстояние. Благодаря грамотным и слаженным действиям полицейских удалось избежать серьезных последствий. При пожаре никто не пострадал. Новые автобусы вместимостью до 100 человек выйдут на дороге Барнаула до конца весны. Новые машины будут ездить по маршрутам номер 1 и номер 10. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем телеграм-канале. Глава региона отметил, что 41 машина уже поступила в город. Отечественные транспортные средства марки «Нифас» приобрели за счет средств специального казначейского кредита по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Их стоимость составила около 685 миллионов рублей. Сейчас поставщик устраняет недочеты. После этого администрация краевой столицы должна провести конкурсные процедуры, и тогда горожане смогут начать пользоваться транспортом. Кадровый резерв. Женская исправительная колония в Шипуновском районе готовит профессионалов для легкой промышленности Алтайского края. Подробности смотрите далее. Более 500 человек, именно столько, по официальным данным службы занятости, составляет дефицит швей и закройщиков на рынке труда Алтайского края. В рамках реализации федерального образовательного проекта «Профессионалитет» уже в следующем году вакантные места в этой отрасли могут занять более половины выпускников. А где брать остальных, если рабочие нужны уже, как говорится, вчера? Оказывается, швея-закройщица – самая популярная профессия из тех, что можно освоить в стенах женской исправительной колонии в Шипуновском районе. Наталья Маркетанова – одна из более чем 700 осужденных, которые в 2022-2023 годах освоили профессии швеи и раскройщицы. Мне предложили обучиться на швею, и я согласилась с удовольствием. Пока шьешь, можно обдумывать очень многое. Освобождение, возвращение в общество, социальное. Обучившись, осужденные полностью обшивают себя, шьют форменную одежду для сотрудников и выполняют сторонние заказы, получая за это заработную плату. В данный момент я занимаюсь разметкой вытачек на женские муки. Для того, чтобы я потом очень точно проложу на строчку. Это ютка для женщин, работающих в уголовной и свободной системе. Особое значение здесь продается в воспитательной работе, которая помимо обучения девицитным профессиям, включает досуг и культурно-массовые мероприятия. Есть даже своя команда КВН, где шутят о том, что ближе и понятнее. Значит, наверное, давно я здесь сижу, а сегодня разузнала большой секрет. Колонию мужскую откроют снова тут. Мы уже не первый год здесь находимся. Знаем, что нравятся публике. Стараемся развеселить, поднять настроение. А с поднятым настроением легче думать о будущем, которое для многих из них может наступить чуть раньше. За хорошее поведение. Я получила образование здесь в швеи. Я как бы планировала на швейную фабрику хочу шить. Женщины требуют особого подхода, воспитания, перевоспитания их, поскольку главная задача в исполнительной системе – это чтобы на свободу уходили люди, которые способны без нарушения закона проживать в нашей социальной среде. Возможность заниматься спортом, играть в шахматы и смотреть телевизор – это тоже заметная мотивация к хорошему поведению и возможности для скорейшей комфортной социализации на воле. Ведь ежегодно женскую колонию покидает порядка полутора сотен швей и закройщиц, готовых ударно трудиться на благо экономики Алтайского края. И важно, чтобы каждая из них была готова работать в коллективе. Этому тут тоже обучают. Я научилась общаться с людьми в большом коллективе. Стала видеть людей, каждому нужен свой подход, умение обращать внимание на настроение, на время. Ну, много нюансов. Кстати, попав сюда, многие начинают ценить элементарную возможность работать в любимой сфере. К этому часу пока все.